И, господа, знакомьтесь с соперниками. Сергей Харитонов иногда тоже выходит под эту композицию. Ему 21 год. Рост 175 сантиметров. Вес 76 килограммов, 450 граммов. Чемпион сербян баттл чемпионшип. Профессиональный рекорд. 7 боёв, 6 побед, 1 ничейный результат. Уроженец Хорватии, представляющий город Дюссельдорф, Германия. По просьбищу Витес. Роберто Солдич! Да, Роберто Солдич. Когда его спросили, какие у него планы на бой, может ли он раскрыть немного тактических секретов, он сказал, что секретов нет. Выйду на арену, посмотрю на то, как работает соперник. И тактику уже буду формировать по ходу боя. Чемпион Евразии по профессиональному боевому самбо. Двухкратный чемпион Европы по боевому самбо. Двухкратный чемпион мира по боевому самбо. Не знающий поражений. Из Киева приветствуйте Ярослав Амосов! Так вот, что касается тактики по ходу боя, которую сказал Роберто Солдич. Дело в том, что у Ярослава Амосова очень много досрочных побед. Побед нокаутами. Вот успеет ли Роберто Солдич при определенных раскладах понять эту тактику? Хватит ли ему времени? Потому что очень опасен и не в последнюю очередь в стойке Ярослав Амосов. Ну и пока что несколько темной лошадкой для нас является Роберто Солдич. Кто знает, может быть... Сейчас он закатит такой бой, который Ярослав Амосов еще в своей карьере никогда не проводил. Продолжение следует... Очень осторожно начали этот поединок бойцы. И вот так вот плотно с дальней ноги лоу-киком приложился сейчас Роберто Солдич. Хороший футворк демонстрирует Ярослав Амосов, активно передвигается. Выбрасывает хай-кик по защите Роберто Солдич. И пока что не взрывает, не наращивает обороты в атакующих действиях Ярослав Амосов. Вот мы слышим, какими аплодисментами поддерживают бойца из Киева, краснодарские болельщики. И кто бы что ни говорил, но в спорте и спорт... И это важнее любых разногласий. Вот сейчас на джебе попробовал зайти в ближнюю дистанцию Ярослав Амосов. Встретил его мидл-киком Роберто Солдич. Мидл-киком достаточно увесистым. Но надо отметить, что и Солдич достаточно хорошо передвигается. Весьма легко пока что. В такой вот манере осторожной разведывательной прошло уже две минуты первого раунда. Да, хорошо сейчас правым прямым встретил Роберто Солдич Ярослава Амосова. По-прежнему пытается подойти поближе Ярослав. Еще раз правый прямой и еще один прямой от Роберто Солдича. И вот выбрасывает хай-кик, правда, по защите Ярослава Амосова. Ну и пытается перевести в партер. Хороший мидл-кик, еще один. И будет ли тейкдаун? Ну вот вовремя сократил дистанцию, прихватил шею Роберто Солдич. И не позволил таким образом перевести себя в партер. Хай-кик в защиту очередной от Роберто Солдича. Я думаю, вы поняли без перевода, что значит Арбайтен. И вот несмотря на все свое югославское происхождение, хорватско-боснийское, все команды Роберто Солдичу доносятся на немецком языке. И сейчас наконец-то мощно ответил правый Ярослав Амосов. Мидл-кик и тут же добавил боковым слева Роберто Солдич. Роберто Солдичу доносятся на немецком языке. Ну вот следует команда Роберто Солдичу выбросить хай-кик. Сделать он это не успевает, даже если бы и намеревался. Окончен первый раунд. Очень осторожный. Очень в такой разведывательной манере, скажем так, разведка боем. Как с одной, так и с другой стороны. Ну, я хочу сказать, что раунд достаточно близкий. И Роберто Солдич выглядел весьма и весьма неплохо. Роберто Солдичу выбросить хай-кик. Роберто Солдичу выбросить хай-кик. Роберто Солдичу будет там некомфортно, скажем так. Лоу-кик внутренний от Ярослава Амосова. Вот хорошо сейчас серии тут же пропустил Ярослав Амосов. Правый боковой в челюсть. Да, непростой парень этот Роберто. Уже можно констатировать, что с соперником организаторы явно угадали. Попали в точку. Пока что весьма конкурентный бой мы наблюдаем. И почему я делаю, скажем так, акцентирую на этом внимание. Это не первый поединок Ярослава Амосова, который мне доводится наблюдать и комментировать. И очень многих своих соперников Ярослав Амосов просто уничтожал в первом, максимум во втором раунде. Конечно, и сейчас второй раунд еще не закончен. Но пока что нет никаких предпосылок к тому, что в этом раунде что-то закончится досрочно. Для кого-то, точнее. Также на встречных курсах сейчас действуют как один, так и другой. Без явного превосходства. Ну и то, с какой силой бьют как один, так и другой. И не исключаю, что здесь исход поединка может решить один единственный удачно выброшенный удар. Миддл кик и в ответ лоу следует от Ярослава Амосова. И вот сейчас ближнюю дистанцию с такой серией стремительных яростных двоек заходил Роберто Солдич. Лоу и тут же миддл. Вот такой сдвойный выбросил Ярослав Амосов. Там-нкс passieren Робби, не Rosenbl noting. Не путеме, не платье. Лямонёв 최 gener Не тренд RPG. Не стремил, иди в ответ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выбросил сейчас лоу-кик и тут же навстречу его. Таким хендворком старался работать Роберто Солдич. Ну и вот он, тот самый портер, о котором я говорил. Позиция гард. Сверху Ярослав Амосов. Работает корпус-голова. Последняя минута пошла. Закрывает гард Роберто Солдич. Ну и старается, как следует, загрузить ударами Ярослав Амосов своего оппонента, чтобы уже в раунде третьем жизнь медом ему не казалась. Хоть и терпит Роберто Солдич, но в любом случае все эти пропущенные удары сказываются на последующей работе. А бьет Ярослав Амосов очень и очень сильно. Мы отмечали, что и Роберто Солдич достаточно тонажно наносит удары. Но в данном случае преимущество на стороне бойца из Украины. Преимущество в атакующей работе. Ну что ж, забрал. Третий раунд. Ну что ж, третий раунд главного события сегодняшнего бойцовского вечера. Ярослав Амосов, Роберто Солдич, Украина, Германия, Краснодаре. Кричите, братцы, кричите. Кричите, братцы. За переднюю ногу сразу уходите. Да, да. Ну вот, уходить за переднюю ногу советуют Роберто Солдичу. Простите, Ярославу Амосову, конечно. Да, и вот сейчас опять такой увесистой двоечкой встретил Роберто Солдич. Роберто Солдич. И знаете, друзья, что интересно, из всех 16 поединков у Ярослава Амосова лишь два дошли до третьего раунда. Ну и вот теперь третий, как минимум. Я напомню, что практически все свои бои Ярослав Амосов выиграл досрочно. Попробовал сейчас через руку зарядить справа Ярослава Амосов. И показал Роберто Солдич, что он на чеку, и всегда ему есть чем угостить в ответ. Роберто Солдич. Очень-очень непростой парень этот Роберто Солдич. На любую попытку, на любое предложение в атакующей работе от Ярослава Амосова. Тут же Роберто Солдич находит свои контраргументы. Да, сейчас в последние минуты он работает больше вторым номером. Но этот второй номер не носит такого шлейфа, скажем так, аутсайдерского. То есть это скорее больше такая тактическая уловка. И от того, что работает вторым номером, представитель Германии Ярослава Амосова явно не легче. Да, работает больше на отходах, отступает, но пока что бойцу из Киева не удается продемонстрировать высокий коэффициент полезного действия в лишней дистанции. Вот не застаиваться кричат Роберто Солдичу. По-прежнему Ярослав Амосов поддавливает, пресендует. Попытался сейчас навязать размен. Ну и как же грамотно и ловко ушел от него Эрберто Солдич. КРИТИ СЕБАКИ! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В определении победителя DimaTorzok Дамы и господа, в этом бою Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok